Готовим сразу три салата с капустой. Идеальные рецепты для осенне-зимнего периода. Начнем, пожалуй, с самого простого варианта приготовления вкусной капусты с овощами. Хрустим всей семьей и с большим удовольствием. А начнем приготовление, конечно же, с капусты. Тонко шинкуем ее острым ножом. Можно измельчить капусту и с помощью специальной шинковки, но у меня такой нет, к сожалению. Но даже если шинковки под рукой и не оказалось, с помощью ножа вы сможете нашинковать такое количество капусты буквально за 3-4 минуты. Теперь берем болгарский перец, очищенный от семян. Нарезаем тоненькой соломкой. По желанию его можно нарезать и кубиками. У меня два перца, красный и желтый. Добавлю немного солнечного настроения в осенний салат. Высыпаем перец к капусте. Морковь я натираю на терке. Можно, конечно, нарезать тонкими брусочками. Или натереть на терке для моркови по-корейски. Все по вашему желанию. Добавляем морковь тоже ко всем овощам. Перемешиваем все ингредиенты. Я это делаю рукой, но можете ложкой, если вам так удобнее. А вот теперь займемся маринадом. В отдельную посуду наливаем пол-литра кипятка. Добавляем 50 грамм сахара и 1 столовую ложку соли. Хорошо все размешиваем до полного растворения сахара и соли. Теперь наливаем растительное масло 70 мл. И уксус 30 мл. У меня яблочный, но можно использовать и обычный. Но все же яблочный полезнее. Все хорошо перемешиваем. И теперь этим маринадом заливаем капусту с овощами. Хорошо еще раз перемешиваем все ингредиенты, чтобы маринад пропитал все овощи. Даем салату настояться в течение 2 часов. Под гнет я салат не ставлю. Раскладываем салат по баночкам. Закрываем крышками и убираем в холодильник. В таком виде салат прекрасно хранится очень долго. Хочу сказать, что эта закуска чем дольше стоит, тем вкуснее становится. Но ее получается не так уж и много из килограмма капусты. Поэтому можете сразу делать побольше. Соответственно увеличив и остальные ингредиенты. Как заготовку на зиму этот салат я не делаю. Так как не вижу смысла. Готовится этот салат очень быстро. И всегда можно сделать свежую порцию. У нас свежая капуста зимой всегда продается. И стоит недорого. А теперь рецепт для тех, кто не использует уксус. Даже домашний фруктовый собственного приготовления. Покажу, как я готовлю квашеную капусту. Готовить капусту будем в собственном соку. В трехлитровой банке. Без сахара и уксуса. Этот рецепт помимо того, что очень полезный. Так еще и очень легкий и простой в приготовлении. Все пропорции идеально подобраны. Помимо отменных вкусовых характеристик. Квашеная капуста может похвастаться богатым витаминным и минеральным составом. В ней есть магний, йод, аскорбиновая кислота. Необходимые для поддержания иммунитета в холодное время года. Для квашения идеально подходит капуста позднего срока созревания. Вес которой не меньше 1 кг. Такие плоды, как правило, очень сочные и вкусные. С каждого кочана я удаляю верхние листья. Они часто содержат следы механических повреждений. К тому же они не очень сочные. Теперь для удобства разрезаю кочан на части. Форма качественной капусты, подходящего для квашения, должна быть округлой с приплюснутыми полюсами. Если сжать ладонями кочан с обеих сторон, то можно услышать легкий хруст. Если подобного звука нет, такой овощ лучше не покупать. Теперь капусту нужно нашинковать. Измельчать можно любым удобным способом. Мне привычнее всего делать это ножом. Но можно воспользоваться специальной теркой или комбайном. Сильно не дробите. Мелко не всегда сочно. Нашинкованную капусту перекладываем в глубокую большую емкость. Морковь нужно вымыть, очистить и натереть на терке. Я использую терку для моркови по-корейски. Не советую тереть морковь слишком мелко. Тогда она может окрасить своим соком капусту. Натертую морковь перекладываем в емкость капусте. Подготовленную нашинкованную капусту с натертой морковью тщательно нужно обмять руками, чтобы она пустила собственный сок. Не добавляйте много моркови в блюдо, иначе капуста не будет хрустеть. Как я уже и говорила, квасить будем в трехлитровой банке. Это, наверное, самый удобный способ. Для квашения нам понадобится только соль. В этом рецепте откажитесь от едированной соли. Она медленно взаимодействует с нашинкованными овощами. А, следовательно, ждать сока отделения придется дольше. Вместо нее используйте обычную поваренную соль, грубого помола. Для одной трехлитровой банки нам потребуется 1 столовая ложка соли. Запомнить эту порцию – это самый удачный способ, который не позволит вам не пересолить и не досолить капусту. Теперь слоями укладываем капусту с морковью в банку и пересыпаем солью. Так заполняем всю банку, не до самого верха. Нам нужно немного места для сока, который будет образовываться во время квашения. Для подстраховки я всегда ставлю банку на тарелку. Теперь нам нужно разместить емкость на устойчивой горизонтальной поверхности при комнатной температуре и наблюдать, как проходит процесс брожения. Спустя 12 часов после начала процесса брожения капуста выделит достаточно сока. Иногда, если вы используете не совсем сочный сорт капусты, сока может быть недостаточно. Это не страшно. Тогда, если за первые 10-12 часов не образовалось достаточного сока, можно долить кипяченой воды комнатной температуры, чтобы она полностью покрыла поверхность капусты. Не забывайте, что квашение капусты – ферментативный процесс, который сопровождается выделением сероводорода. Чтобы помочь ему быстрее улетучиться и убрать неприятный запах от капусты, ежедневно прокалывайте смесь до дна банки. Квашеную капусту уже можно будет употреблять на третьи сутки. Но этот процесс может немного затянуться, если температура воздуха в помещении будет слишком низкой. Чтобы определить готовность продукта, периодически попробуйте его на вкус. Когда определите полную готовность, убирайте банку в холодильник или погреб. Преимуществами квашеной капусты без сахара являются длительный срок хранения без холодильника до 8 месяцев. И меньшая калорийность по сравнению с той, которая готовится со сладким ингредиентом. Мой самый любимый салат с квашеной капустой очень простой. Думаю, так готовят многие. Я мелко нарезаю немного лука, добавляю в салатник с капустой, немного ароматного растительного масла. Сегодня у меня оливковое. И хорошо все перемешиваю. Все, салат готов. Вкусно, просто и очень полезно. А вот для следующего рецепта капусту для удобства нарезаем на четвертинки и отрезаем качан. Нарезаем сначала на полоски, а потом на вот такие вот довольно-таки крупные кусочки. Для этого салата капусту не нужно мелко шинковать. И именно такой способ мне кажется самым удобным и быстрым. Нарезанную капусту отправляем в глубокую и большую емкость, чтобы было удобно перемешивать с остальными ингредиентами. В емкость нарезанной капусты добавляем соль и сахар. Все пропорции я обязательно укажу внизу под видео. Теперь хорошо обминаем капусту, чтобы она немного пустила сок. А пока натрем морковь на терке для моркови по-корейски. Можно, конечно, воспользоваться и обычной теркой. Но так, мне кажется, получается и вкуснее, и аппетитнее. Еще нам нужно мелко нарезать чеснок. Для этого блюда я его не жалею и добавляю достаточно много. Но вы можете добавить и меньше чеснока, как больше любите. К этому времени капуста уже выпустила немного сока и стала более мягкой. Поэтому самое время добавить остальные ингредиенты. Высыпаем натертую морковь и хорошо все перемешиваем, чтобы морковь равномерно распределилась. Теперь высыпаем нарезанный чеснок. Выливаем яблочный уксус, растительное масло, измельченные зерна кориандра, черный молотый перец, немного острого молотого красного перца чили и обязательно я добавляю молотую куркуму. Снова все хорошо перемешиваем, чтобы все овощи и специи равномерно распределились. Салат перекладываем в емкость, в которой он будет мариноваться. Я использую для этого пластиковый контейнер. Закрываем плотно крышкой и ставим в холодильник на 3-5 часов для маринования. Спустя 3 часа салат с капустой по-корейски уже готов. Такой салат отлично хранится в холодильнике до 10 дней. Пикантная, хрустящая, пряная. Она подойдет практически к любому блюду. А какой рецепт вам понравился больше всего? Первый, второй или третий? Жду вас в комментариях. Всем приятного аппетита, отличного настроения и до новых рецептов. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok